Ассаляму алейкум, рахмаллах и бракятам, уважаемые братья. Благодарим Аллаха, что он нас вместе опять собрал в самом лучшем своих дней, в самом лучшем месте, в доме Аллаха, братьями, любящих друг друга, ради Аллаха, и просим Аллаха, как он нас вместе собрал в этом лучшем месте, так же, чтобы в сутный день нас собрал в самом лучшем месте, фиддэу субханала. Сегодняшнюю тему хотел затронуть. Али-Инан бьяву ахр, вера в сутный день. То, что говорит Аллах, субхима та'аля, оповестил нас в Коране, Его посланник об этом дне. И что с человеком случится после смерти. И какую награду? Аллах, субханала та'аля, готовил для тех, кто подчинялся Ему. И какое наказание уготовлено для тех грешников, которые слушали за Аллаха, субханала та'аля. Кала та'аля, Всевышний Аллах, субханала та'аля, сказал в Коране, Настоящее, бывает такое, когда мы сдаёмся на намаз, сдаём на намаз, человек, он просто управляет чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. И не в этом заключается, субханала та'аля, истинное, истинное, благонравие, навыжный человек. А в чём? То, кто уверовал в Аллаха и в сутный день. То, кто уверовал в Аллаха и в сутный день. И так же Всевышний сказал в Коране, Ту, кто не уверовал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников и в сутный день, то этот человек далёком-далёком заблуждение, говорит Всевышний, субханала та'аля. И спросил Джибрил, что он сказал, «Инан, вера» — это когда ты веришь в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников, веришь в сутный день и в предопределение хорошего и плохого. Раба ху-муслим. Через веру в сутный день отличается искренне верующий человек от неверующего. То есть, если человек верит в сутный день, в этом заключается его вера в Аллаху субханала та'аля. А если человек не верит в сутный день, то тогда он неверующий. Вера в сутный день — это вера вскрытная, вера сокровенная, то, что мы не видим. Вера в сутный день — это отдаление от неких сомнений. То есть, человек говорит, помните, как раньше, во время коммунизма говорили, то, что мы видим, это существует, то, что мы не видим, это не существует. Мы не видели сутный день, но мы верим. И в этом заключается один аль. А в этом отличается верующий лабушник от неверующего. Бисмиллахи Рахмана Рахим. Те, которые веруют вскрытые. То есть, мы не видели, а мы верим, что существует, что будет рай. Мы не видели ангелов, верим. Мы видели Аллаха, верим. Мы видели сутный день, верим. Вот в этом заключается лима вера в вскрытые. А когда во время посланника Аллаха субханала и во время других посланников, и на сегодняшний день люди не уверовали, язычники не уверовали в сутный день, и отрицали его, и сказали, Аллах приводит их слова в Коране, Частый вопрос, который задавали посланники, он вам обещает, потому что ваш посланник вам обещает, если вы умрете, превратитесь в брак, от вас останутся только кости, неужели вы заново воскреснете? Неужели вы заново станете из могилы? Когда же все очень часто человек не верит в сутный день. Как так может случиться, человек умер? Как он заново воскреснет? И этот вопрос был часто задаваемым посланникам. Они говорили неверующим. Невероятно, невероятно то, что вам обещано. То есть сутный день не может этого быть. Наша жизнь, только вот эта жизнь. Мы здесь живем, пьем, и мы не воскреснем. Вот так говорили. Аллах ответил им, и Аллах проверг их, и показал их заблуждение, и против них Аллах спасал аяты, которые будут свидетели против этих людей судный день, и то, что наступит судный день. И в этих раятах Аллах оповестил о своей мудрости и сказал, Неужели вы думаете, что я вас просто так сотворил для этой жизни играть, для забавы, и вы ко мне не вернетесь? Нету иного Господа достойного, чтобы мы поклонились кроме Аллаха, Он создатель, дворец благородного трона. И так же Аллах ответил людям, не верующим в судный день, Скажи, нет же, клянусь своим величием, все вы воскреснете. И каждому вам оповестят за ваши дела в этой жизни. И, скажите, я вам обойдите. И highlighter н Они поклялись Аллахом, а поклялись Аллахом и сказали, «Аллах не воскрешит умерших». Всевышний отвечает, «Нет же, это опещено Всевышним Аллахом, нет же, Он воскрешит вас». Однако многие из людей не понимают этого, не знают. Для чего это сделать, Всевышний, Субханаму Та'ана? Дальше продолжаем, говорим. Для того, чтобы объяснить им, разъяснить им то, о чем они спорили. То есть два человека. Один говорит, «Я верю в Аллах, я верю в суд на день, я верю, что наступит». Будет спрос, такой вот это, опиум для народа, я в это не верю. Всевышний отвечает, «Я сделаю это для того, чтобы оповестить им, показать им то, о чем они спорили». И для того, чтобы узнали, познали в суд на день, верующие, то, что они были лжесами, то, что они были арманщиками. И говорит Всевышний, Аллах, Субханаму Та'ана, наш приказ заключается в том, если что-то мы захотим, опять же, Аллах говорит, если что-то мы захотим, указывает на его величие, то мы скажем, «Будь, и оно будет». И Всевышний, Аллах, Субханаму Та'ана, за то, что они забыли о суд на дне, Аллах заботит о них в суд на день. За то, что они забыли об Аллахе, забыли о суд на дне, Аллах заботит о них в суд на день. Аллах ведет в ад, неверующий в суд на день, и им никто не поможет спастись от этого. Аллах, Субханам Та'ана, сказал в ад, Аллах, Субханам Та'ана, в суд на день, когда привезли в суд на дне, тех людей, которые говорили о сказке, это все ложь. Аллах, Субханам Та'ана, скажет в суд на день, «Ведь сегодня я забуду о вас», подобно тому, как вы забыли о встрече в этот день, в судный день. И никто не сможет вам помочь. Если в этой жизни кто-то смог помочь, в суд, этим никто не сможет помочь. Из названий судного дня, уважаемые братья, «В душе у рабов Аллаха в этот день будет некий трепет перед Аллахом, Субханам Та'ана». И всем это нам предстоит. «ЕВ Муттлоев� Attalat Hamm — это день, когда люди будут взывать. «ЕВ Мухасара Hum — день печали. ЕВ Е Тавалум — Всем meisten Аллаха назвал его «день сбора». «ЕВ Маякум у Эннасул Яббин Ад��ик» — это тот день, когда люди встанут перед Господом Миров, «Всегто notes. ЕВ Му Ива'is Rom — это тот день, когда будет опрокинуто то, что в могилах, И будет обнаружено то, что в груди, то, что в сердцах. Это тот день, когда трясется, сдрогнет земля. Это тот день, когда земля извергнет свою почву. Так Аллах описал этот день. Так же этот судный день, первый судный день. И да, Аллах, приступка этому. Это было одно, один из важных дарвата, призывов посланников Аллаху Саиму Та'Аля. 124 тысячи пророков, из них было 313 посланников. Каждый из них призывал вере в судный день. И каждый из пророков разъяснял, что произойдет, что будет в судный день своему народу. И давайте напомним нам, что. Как произойдет, как будет дриться, как будет, что будет в судный день, чтобы мы не были с тех, кто не знал, чтобы мы не были с тех, кто забыл. Я помил с Аллаху Саиму Та'Аля, давно уже пишу, не то что книгу, много ученых написали книги, я не ученый, чтобы книги писать. Но как человек с того момента, когда он рождается в утробе мамы, и его жизнь, потом смерть, потом могила, потом судный день, хисан, рань, как в районе будет. И назвал это, так, письмо, дряхлят миланхулют. Дряхлят миланхулют. Путешествие в вечность. То есть мы бываем, например, кто-то из нас собирается в отпуск, собирает свои чемоданы, навестить маму, папу в другой город, в другую страну. И у него путешествие. Во время путешествия он едет на машине, или на поезде, или на самолете. То есть во время путешествия у него с ним что-то происходит, что-то случается. И так вот, хотелось бы, чтобы мы сейчас, опираясь на Коран, на Суну, представили просто, что все закончится, и у нас будет с вами путешествие. Самое длинное путешествие в вечность. Когда Абхаларейра, Раду Аллаху Амин, плакал перед смертью, и на что сказал, «Мэй, Юбки, и чему ты плачешь?» Он на что ответил, «Я плачу, потому что передо мной длинное путешествие». То есть, что будет в этом путешествии? Имна Аммал Амкадам, как всех нас касается. Имна Аммал Амкадам, я дам, отчего и дам, я тихо, 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 и дам, я тихо. Самое первое, когда человек делает шаг в направлении вечности, в процессе путешествия, это с его смертью. Когда человек умирает. Потом его могилы. «В могиле будет испытание, будет смута». «Кого-то Аллах, субхану ва-та'але, наградит в могиле, он будет наслаждаться, кто-то будет унижен». «Верующий человеку Аллах даст успех могиле». «Будет щедрое отношение к нему». «К неверующему человеку он будет унижен и будет наказываться за свою жизнь, за свою неверие, за свои грехи». «Каля субхану ва-та'але, субхану ва-та'але, субхану ва-та'але, сказал, «Иннаму каду ухи ляйя лэйя лэнна куй туфтану на филку горе калидан». Посланник Аллаха, субхану ва-та'але, сказал, «Мне было дано откровение от Аллаха, что скоро-скоро, калида, близко время, вы будете в могилах туфтану, в фитме, в смуте». «И придут к человеку в могиле и скажут, что-то ты можешь сказать об этом человеке, о пророке». Трижды ответят и скажут, «Он, Мухаммад, он посланник Аллаха, он шел к нам с ясными знаменитыми, с прямым путем, с руководством, мы ответили ему и учились ему». «И скажут ему, спи праведно, мы знали то, что ты был искренним, истинным, верил в руха Мухаммада, сан-Аллаху алейху ас-саляму». «Лицевер скажет, я не знаю, только слышал, что люди что-то говорили о нем, и я повторяю». «Том посланник Аллаха, сан-Аллаху алейху ас-саляму», то есть по очередности, потом посланник Аллаха, сан-Аллаху алейху ас-саляму, сказал, «Откроет верующую дверь в рай будущего могиле, и скажет ему, хаада манзилука лау аманта ли Раббик, фаамма ида кахарда лихи, фаинна Аллаха аз-саляму абдаля лихи хаада, ва юфтау лаудаду ниланнау». «К неверующему человеку, неверующему, унафику откроет дверь в рай, унафику откроет дверь в рай, и скажет, это было бы твоим местом вечным, если бы ты убирал в Аллаха». Потом откроет его, однако Аллах, субханаму ата'алла, тебе поменял это твое место, в котором ты мог бы зайти в рай, если бы был бы искренним, поменял тебя Аллах, субханаму ата'алла, на место в аду. «Тума юфтаху лаудаду ниланнау» и откроет ему занавес, и он увидит свое место в аду. «Тума юфтаху лаудаду ниланнау, если я ухатулллахи куллюху гайра фякалей» и его углубить молотком, от этого удара, от этого сгона, и плача, и хлопа, все-все создания Аллаха услышат его наказание, кроме фякалей и людей, и джинов. То есть то, что в могилах наказываются, все животные, все слышат кроме людей и джинов. «Равагу иман Ахмад». «Ва фи-кабри на айна у л-адад» «В могиле или наслаждение, или наказание». «После этого воскрешение и судный день». «Что касательно судного дня, нету в этом сомнений, говорит Всевышний Аллах, и Аллах воскрешит всех тех, кто в могилах». «После этого, когда люди воскрешение, их души будут обратно возвращены в их телах». «Не будет раскалываться, разворачиваться над ними земля, чтобы они вышли из могилы, подобно тому, как она раскалывается, когда прорастает новая почва». Всевышний Аллах сказал, «В Всевышний Аллах, в этот день, в судный день, земля будет раскалываться, раскрываться». «Субханава Та'ала говорит, «За ля кашмур алейна язир нам легко будет собрать таким образом всех». «То есть будет раскалываться у каждого могилы, и каждый будет воскрешать, и Аллах будет всех вместе собирать». «Субханава Та'ала таким образом мне будет легко всех вместе собрать». Всевышний Аллах говорит, «Изнамение Аллаха, то, что ты увидишь, землю иссохнуешь, то, что она иссохнет». «Потом мы не спошли бы на нее, на эту землю, обильный дождь, и эта земля будет прекратить движение и набухать». «Поистине тот, кто оживил эту землю, оживит этих людей, которые лежат в могиле». «То есть подобно тому, как Аллах оживит эту сохнувшую землю, также Аллах Субханава оживит тех обитателей могилы, которые могила». «Иннаму аля кулишайни танир». «Поистине Аллах может все». «Фаидля ками дарик, таланат, таланат и в кубра». «Вот когда этому, братья, наступит вот этот момент, когда земля будет трескаться, открываться, все будут выходить с вами в могилу, наступит великий час, судный день». «И в этот момент люди выйдут из своих могил, встанут перед Господом миров, ногими, босыми, необрезанными. И будет солнце на расстоянии, как я и люди будут в своем моте». Все выйдут в таком виде перед Аллахом Субханава, и будут стоять в этом деле. «Хамсина» – 50 тысяч лет. Но будет там, об этом деле мы поговорим, все людей, которые Аллаху накроют своей темой, когда не будет другой тени, кроме как тени Аллаха Субханава. И принесут справедливые весы, чтобы взвешивать дела людей, дела рукав Аллаха. «Те, у кого чаше благих дел и весах будет полный, тяжелый» – эти люди, которые преуспеют, зайдут в рай. «А те, у кого чаше благих дел и весах будет легким» – это те, кто потерпели убыток, не будут в аду. «Потом каждому будут вручать книгу их деяний». Каждое же дело, которое человек сделал в этой дне, каждому вручат, чтобы он прочитал, чтобы он посмотрел. «Кто-то возьмет руку своих деяний в правую руку, кому-то выручат в левую руку, кому-то кто-то возьмет из-за спины». Всевышний Аллах сказал, «Каждому человеку мы повесим на его шею книгу их деяний». То есть возьмут каждому, то, что он совершил в этой жизни, книгу и повесим на его шею. И в сутный день он приставит перед ним книгу и уделяй развернутую. То есть перед тобой он будет все, что ты сделал. И Аллах скажет, читай свою книгу сам. Достаточно читать свои деяния против себя. То есть не надо никого приводить, чтобы свидетельствовать против тебя. Вот твои дела, они будут зафиксированы. Читай, читай сам свои дела. Потом Аллах будет спрашивать, «Хиса», спрос Аллаху Субханава Таалу. «И Аллах Субханава Таалу будет спрашивать верующего, и будет говорить, какой ты грех совершил, и этот верующий подтвердит, согласится, и в этот момент он будет надеяться на прощение, на минус Аллаха Субханава Таалу. «И Аллаху Субханава Таалу. И он будет надеяться на прощение, на минус Аллаху Субханава Таалу». Однако не верующий и лицемер может подтвердить свои велики, а может выступит спор со Всевышним Аллахом Субханава Таалу. «Илля анна Аллаха Субханава юмта кумину сэмха вальбасара вальджавариха». Но, однако, этот спор ему не поможет. Аллах заставит свидетельствовать и говорит его слух, его взор, все его органы будут свидетельствовать против него. И тогда Аллах Субханава скажет, «Ал disgusting mouthful. У них или нет и Americanегослов?» Этот человек против того, он будут свидетельствовать, его органы скажут обратиться к своей коже и скажут, «- Почему вы свидетельствовали против меня? ». То есть своей же коже скажут, «- Почему ты свидетельствуешь против меня? В этот момент Куржа сама заговорит по приказу Аллаха и скажет Ответит и скажет Аллах заставил нас говорить И Аллах сегодня заставил всех-всех говорить Ведь Аллах посотворил, что вы впервые из небытия и к Аллаху вы вернетесь Однако вы не скрывали и не стеснялись, чтобы против вас свидетельствовало ваша кожа, ваши взоры, ваш слух Однако вы думали, что Аллах не знает много того, чего вы делаете То есть как же опять же шайтан обманывает То есть Аллах субтиталя, бывают люди, помните, как говорили, что Всевышний не видит, в темноте не видит, под Крыш не видит Вот этим людям Аллах субтиталя скажет Вы не стеснялись, когда Крыш не видят? Вы не стеснялись и думали, что Аллах не видит и не знает много того, чего вы делаете? И вот это ваше предположение о Всевышнем Это ваше предположение убили же вас самих И вы остались тех, кто потерпел убыток Всевышний Аллах субтиталя говорит Если они смогут протерпеть То будут Если смогут они удержать, потерпеть вот это наказание ада Но они не смогут То есть как будет тяжко, человек будет чувствовать наказание огня И в этот момент не сможет умереть Захочет умереть, но не сможет Если даже они будут просить благосклонности и прощения То к ним никто не будет благосклонен Потом будет рожден ад, огонь Люди будут падать в этот огонь Неверующие, мунафиты, лицемеры Тихо не верил, суд на день Однако верующие Однако верующие Перед тем, как зайти в рай Чуть-чуть задерживаются Чуть-чуть задерживаются, чтобы попить из водоема Посланник Аллаха Саламу Аллаху Алим По длине своей, высоте своей на твоем даем Один месяц ходьбы Такое расстояние, такое большое По ширине один месяц ходьбы То есть много будет воды Из этого водоема Посланник Аллаху Саламу Алихи Масалам Один глоток Кто сделает верующий из этого водоема После этого уже никогда-никогда не почувствует жажду Сказал посланник Аллаху Алихи Масалам Потом будет мост Через который люди будут проходить Люди будут проходить по скорости Подобно тому, какие же у них дела То есть если был набожный верующий Он быстро пройдет Если был грешник Он где-то остановится Где-то обожжется Кто-то может быть Упадет Потом Аллаху Субхану Алиху После того, как он окажет обратно И идет в рай Кто-то быстро, как подобно молнии пролетит Для кого-то он будет тонким Подобно, как тонкая гига Для кого-то широким По своим делам Кто был более набожный, богобоязнен И Аллаху Субхану Алиху Каждому знает, кто набожный, богобоязнен Поэтому вот это поможет Судный день Аллаху Субхану Алиху Это тот день Когда искренным, богобоязненным Поможет их искренность Впереди их будут идти пророки и посланники И даже пророки и посланники В этот день От страха, что упадут С этого моста Будут говорить Аллаху Субхану Алиху О Аллах, спасти, спаси О Аллах, убереги, убереги Потом будет такое место На мосту О котором Господи Аллаху Субхану Алиху Между Раем и Адам Где Аллах соберет людей Которые враждовали С другом Кто-то у кого-то Что-то украл Забрал Кого-то обидел Для того, чтобы Они полностью Разобрали свои отношения И чтобы смогли Зайзеврать без малейшего вот этого плохого по отношению ненависти, зависти, скупости даст Аллах разобраться и когда они полностью очистятся всех этих невзгод, станут чистыми, зайдут в рай. Когда мы куда-то в путешествие едем домой к маме, мама как встречает? Самой лучшей едой, да? Машаллах. Сынок, что хочешь покушать? Что тебе приготовит? Вспоминаешь свои дни, когда ты был маленьким, когда ты кушал из ее рук? Папа твой близкий встречает тебя. А тут буду встречать все ангелы Аллаха. Субхима, представляете, вот этот путь. Человек прошел с момента его смерти в могиле, в странах, в судный день. Прошел все, дверь в рай, и встречает его ангелы с прекрасными лицами. И с какими словами встречу? Саламу алейкум, тибакум, фадхулу ха халили. Саламу алейкум. Мир вам. Как вы прекрасны. Захотите на вечный рай. Аллаху алейкум, это день вечности. Прошел, представьте, день вечности. 24 часа в сутки. Субхима, это день вечности. Никогда не закончится. Фадхулу ха халили. Захотите на вечный. Который сказал истину, когда обещал. То есть за то, что обещал нам рай за наши молитвы, за наш благой нрав. Обещал нам рай за наши богопоязни сердца. Аллаху алейкум, он обещал. Он обещал. Улипу на свое обещание, Субханаму алейкум. И Аллах дамал райскую землю. И где мы хотим, там и расселяемся. И как прекрасно награду для всех, кто совершал благие дела. И увидите ангелов, которые окружат трон Аллаха. Субханаму алейкум. И эти ангелы будут восхваляться Вишну Аллаху. И будет этот суд, судный день, где Аллах будет судить. Будут ангелы Аллаха. И все будет хак и справедливо. И скажет Алхамду лиллахи, Рабби алалимин. И слава Аллаху, Господи вирcas. Братья, первый аят, который мы чтаем в Коране. И также Алхамду лиллахи, Рабби алалимин. Это последнее, что скажут люди, когда зайдут в frail. Поэтому. каждый день остается позади, а вот это то, о чем мы сказали, это перед нами впереди, каждый день мы приближаемся к этому, каждый день мы приближаемся к этому, у человека, когда новый его день рождения, он еще один год приблизился к своей могиле, каждый человек в этот день справедливости, поэтому давайте мы не будем менять вечное счастье на какие-то, так скажем, часы, минуты, забавы этой жизни, поэтому призываю себя, всех нас, одуматься еще раз, оставить то, в чем мы доволен, оставить то, что нас отдаляет от Аллаха, и самая великая гая у человека может быть, самое большое, что он может желать, чтобы наша часть весов благих дел была тяжелой в этот день, чтобы мы были обрадованы на Исламах, бывают радостные дни, когда рождается днем, когда человек получает, там, новую должность, или, альхамдулиля, хорошую оценку, но самое, чтобы радостный день из всех наших дней, чтобы у нас с вами был трудный день, когда мы будем обрадованы, альхамдулиля, и когда мы с вами хотим в вечный, в вечный день вечности встретимся, чтобы мы встретились, альхамдулиля, любящими друг друга, рази Аллаху, субхану ва Та'ля, в садах милостого, прекрасного, близ 그러니까 себя обрадованы, особенно сотворим их людей.